Свобода, свобода, так много, так мало. Здравствуйте, а вы верите в свободу слова? Некоторым маловерам, чтобы поверить, нужно ее сначала увидеть. Но я считаю, что в нее сначала надо поверить. И однажды она таки будет наяву. Приветствую, друзья, вы смотрите канал КРТ, и это свежий выпуск программы Борщ. Интернет – это свобода. Интернет – это демократия. Здесь нет цензуры, и каждый получает или дает ту информацию, которую он считает нужной. Особенно, если вы влиятельная фигура. Особенно, если вы президент. И еще особенней, если вы президент особенной страны Америки. По крайней мере, так было раньше. А о том, как стало, поговорим подробно и разберемся прямо сейчас. Начнем. Твиттер удалил аккаунт действующего президента Америки, на котором было более 89 миллионов подписчиков. По количеству человек – это примерно три населения нашей нынки Украины. Вместе с зарабичанами, конечно. И не надо спрашивать, а почему это на биржах обрушились акции Твиттер. О последствиях этого совпадения мы узнаем дальше. Вслед крупнейшие социальные сети ограничили доступ к аккаунтам Дональда Трампа. И это, я вам скажу, ситуация похлеще, чем ситуация с социальной сетью ВКонтакте в Украине. Ведь у нас, хоть ее и заблочили, но ее можно обойти с помощью VPN. Но будьте осторожны, ведь каждого, кто будет замечен ВКонтакте, возьмут под карандаш. Так вот, Трампу в его ситуации эти запреты никак не обойти. Все, как один запретивший Трампа соцсети, говорят, что причиной стали высказывания Трампа о краже у него голосов на президентских выборах. Которых, конечно же, не было. Это были честные выборы. Самые честные выборы в истории США. Надеюсь, YouTube меня услышал и монетизацию не уберет. Так вот, Трампа заблокировали еще и за его призыв к своим сторонникам идти к Капитолию. Итак, 6 января Конгресс США собрался, чтобы окончательно утвердить победу Байдена. Честно сказать, эта история с президентскими выборами в США длится уже так долго, что, дай бог, претендентам на пост президента дожить до инаугурации. А я напомню, что Байдену уже 78 лет. Иными словами, Biden Life Matter. Но вернемся к событиям в Капитолии. Незадолго до начала этой процедуры в Капитолии Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, снова отказавшись признать поражение и назвав выборы мошенничеством. Что, конечно же, не так. YouTube блокировки, ну вы помните. Он призвал собравшихся идти к Капитолию, заявив при этом, что нельзя демонстрировать слабость, нужно быть сильным, чтобы вернуть себе страну. После этого часть протестующих прорвала издание Конгресса и сорвала заседание. Из-за этого утверждение Байдена затянулось до половины четвертого утра. Но вернемся к свободным соцсетям. Крупнейшие социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, а также видеохостинг YouTube ограничили доступ либо целиком к его аккаунтам, либо к отдельным сообщениям. Facebook и Instagram заявили, что разблокируют аккаунты Трампа после 20 января. То есть после того, как Трамп перестанет быть президентом. По сути, заточили действующего президента в цифровую тюрьму. И чтобы этого не случилось, Трамп и его сторонники стали приходить на новые платформы. Одной из таких соцсетей стал Telegram, а также Parler. И тут же Google объявил, что заблокировал в своем магазине приложение Parler. А вот сейчас соцсеть уже полностью легла на бок. Кто-то скажет, что это вопиющее уничтожение свободы слова? Что вы, что вы, это буйство свидетелей демократии. Чтобы стало понятней, давайте разберем на примерах. Взять, например, протесты в Беларуси. Это демократия. Народ не согласен с результатами выборов и выходит на протест. Полиция же, которая не допускает митингов, нарушает их право на демократию. Или, например, взять Майдан 2014 года в Украине. Чистая воды демократия. Захваты госучреждений – демократия. Вынос подчистую оружей к милиции и СБУ – чистая и безнаказанная демократия. А у действия Беркута – тоталитарное зло. А вот то, что сделали сторонники Трампа – это уже не демократия. Это… это другое. То, что полиция застрелила одну из митингующих – это демократия. И, конечно же, почтить память пострадавших полицейских, только пострадавших полицейских, спущенным флагом – это долг демократической стороны. Вы можете себе представить, кстати, чтобы в Украине на государственном уровне почтили память беркутовцев? Это вопрос риторический, можете не отвечать. Итак, подведем итоги. Начало 2021 года стало началом новой цифровой эпохи. Эпохи постдемократии. Джина выпустили из бутылки, я имею в виду блокировки аккаунта главы сильнейшего государства на планете Земля. Как будет жить человечество дальше? Точно по-другому. Ведь если так поступили с Трампом, то что же будет с Родиной? И с нами. До скорого.